Для кого-то два года это маленький срок, для того, чтобы достичь определенных результатов, но только не для Калининского филиала Церкви Исход. Конференция «Праздник Господу» стала своеобразным подведением итогов проделанной работы. Это взаимодействие с администрацией, с другими общественными организациями, с ресурсными центрами в том районе, где мы находимся. Плюс социальная работа, помощь бездомным людям, которые нуждаются, помощь пенсионерам, малоимущим. Два дня не только служители и прихожане, но приехавшие из разных городов России гости пребывали в атмосфере праздника. Спикерами конференции стали пасторы Алексей Пронькин и Иван Филимонов. Это очень сильная команда и не может меня не радовать, что там очень много мужчин, очень много парней. Это говорит о том, что пастор – сильная личность, потому что только за сильной личностью могут следовать мужчины. Служители Калининского филиала не собираются останавливаться на достигнутом и сразу же после конференции поставили перед собой новые планы и цели. У нас на данный момент насчитывается около 12 структур, то есть есть руководители, есть какие-то люди. И наша основная задача на будущий год – это эти структуры развивать, чтобы они могли полноценно работать, чтобы там приходили профессионалы, люди, которые посвященные будут своему делу. И для того, чтобы сделать как можно больше в каждом, так скажем, своем роде деятельности. Помимо внутреннего устройства, церковь-исход Калининского района нацелена вести активную деятельность в городе. Это акции, пропагандирующие здоровый образ жизни, помощь обездоленным и много другой социальной деятельности. Второе полугодие объединения церкви-исход начало с трехдневного поста и молитвы. Каждый вечер в ДК «Радуга» проходили богослужения, на одном из которых пастор Алексей Пронкин показал, насколько необходим баланс в сфере жизнедеятельности человека для достижения поставленных им целей. Поймите, быть трудоголиком не самое главное. Самое главное быть результатоголиком. Потому что многие люди делают вид, Павел говорит, ничего не делают, а суетятся. Также в торжественной обстановке пастор отметил и наградил лучших служителей за июнь. Ими оказались Чулаков Сергей, Агишев Максим, Скворцов Павел и Чапурнов Антон. Поздравляю, спасибо вам, братья. Спасибо вам. Спасибо. Время, отделенное для поста и молитвы, по-особенному сближает с Творцом. Возрастает вера, которая дает определенные силы к достижению поставленных на год целей. Когда ты постишься, какие-то горизонты новые открываются, какие-то идеи новые приходят. Когда я в посту, я всегда свидетельствую об этом, я делаю раза в три больше тех дел, которые в обычные дни делают. В третий день молитвенного марафона прошел вечер поклонения, на котором объединенная творческая команда Церкви Исход с участием гостей из города Кемерово, Максима Причина, принесли особую атмосферу небес. Жирной точкой поста и молитвы стала Вечеря Господня, где все прихожане единодушно ели хлеб и пили сок, вспоминая великую жертву Иисуса Христа. В общем, церковный пост – это то время, когда в единстве мы смиряем свою плоть, то, когда в единстве мы думаем именно о горнем, а именно о земном. То есть это тогда, когда мы имеем полноценное отношение с Богом. То есть тогда, когда мы смиряемся перед Ним, когда хотим получить какие-то ответы, когда хотим поблагодарить Его за что-то. Врач, исцели себя сам. Именно под таким девизом прошел семинар для структуры душепопечительства. Ведь служители, которые помогают людям, в первую очередь сами должны быть восстановленными личностями. Собравшиеся обсудили причины и последствия эмоциональных травм в жизни человека. Многие люди были как-то травмированы. Они не воспринимают Отца Небесного как своего действительно Отца, обеспечителя. А вот это исцеление от травм, от ран прошлого, оно позволяет человеку переживать по-новому отношение с Богом. Служители уже распланировали проведение семинаров на три месяца вперед. Ведь структура душепопечения занимается одной из самых ответственных работ в жизни Церкви. Когда мы приезжаем на такие семинары, когда происходит чудесная молитва, мы получаем освобождение. Мы наполняемся Духом Божьим, любовью Божью. И мы уже готовы служить и отдавать эту любовь. Служение внутреннего исцеления уже успешно начинают применять в объединении Церкви Исход. За драгоценным опытом и знаниями на семинары приезжают служители из других регионов России. В нашей церкви в городе Тюмени нет такого служения. Сейчас я переняла данный опыт и с данного времени в нашей церкви начнется это служение, попечение, исцеление души человека. Будем регулярно встречаться, проводить. Уважаемые братья и сестры, просим вас поставить свои мобильные устройства на беззвучный режим. И до окончания богослужения не покидать зал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова